Доброго времени суток! Не все имеют возможность инвестировать в бизнес большие суммы денег, а также не обладают опытом в предпринимательстве, который позволяет без каких-либо ошибок запустить прибыльный бизнес. Именно по этой причине сегодня мы поговорим о бизнесе для начинающих, который позволит легко стартовать, а также набраться опыта и в последующем расшириться в предпринимательстве. Чтобы не упустить ни единой бизнес-идеей, которую можно организовать новичку, смотри видео до конца. И на первой позиции у нас индивидуальная вышивка на одежде. Для старта тебе потребуется закупить партию футболок, а также носков из Китая, которые будут выступать в роли основы. Закупить их ты сможешь по крайне низкой цене, если возьмешь большую партию. Теперь основной задачей будет поиск и найм швеи, которая будет выполнять заказы. Все готово, и теперь тебе предстоит поиск клиентов. Сделать это возможно благодаря социальным сетям. Сделай несколько тестовых вариантов одежды, после чего начни рекламировать профиль и делай выгодные предложения для клиентов в виде скидок и розыгрышей. В итоге ты сможешь получить первых клиентов. Доставка продуктов к двери. Здесь тебе не придется обладать специфическими знаниями, а будет необходимо проявить упорство. Суть же довольно проста и заключается в создании сайта, который вполне может состоять только из одной страницы, где будет размещена форма для оформления заказа. Теперь необходимо обзавестись первыми клиентами, и сделать это будет достаточно просто. Необходимо предоставить первым 10 клиентам скидку на покупку в размере 5%. Ты и в последующем сможешь предоставлять скидки, если обзаведешься скидочной картой магазина, а также будешь оплачивать покупки с картой с выгодным кэшбэком абсолютно на все покупки. Такую карту ты сможешь получить, перейдя по ссылке в закрепленном комментарии. Также она позволит отлично экономить на покупках и в повседневной жизни. Благодаря такой карте ты дополнительно сможешь зарабатывать с каждой покупки, так как часть средств будет возвращаться тебе. Ссылка в комментарии. А мы продолжаем. Изготовление премиальных дров для каминов. Премиальные дрова стоят довольно дорого, и если у тебя есть частный дом или гараж, то начни зарабатывать, изготавливая дрова. Для этого тебе необходимо будет приобрести станок для цилиндровки бревен. Конечно, стоимость его не из дешевых, около 200 тысяч, но тебе стоит учесть, что стоимость одной связки премиальных дров стоит около 800 тысяч рублей, а машина березовых дров обойдется тебе в 6 тысяч рублей. Так что такой бизнес принесет тебе отличный заработок. Рекламные ростовые куклы. Ты наверняка знаешь, что реклама это креатив, а также отличный источник заработка, который ты сможешь довольно просто организовать. Чтобы начать зарабатывать, тебе будет необходимо обратить внимание на автомобильный бизнес, так как он наиболее оплачиваемый. Также обрати внимание и на строительную сферу. Теперь закажи ростовые костюмы из Китая по одной из тематик и начни предлагать клиентам либо раздачу листовок в соответствующем костюме, либо же привлечение клиентов рядом с магазином. Такое предложение будет выгодно клиентам, особенно во время реализации акций, и подобная реклама будет восприниматься положительно. Продажа здоровой пищи. Данный вариант заработка имеют следующие этапы для реализации. Регистрация бизнеса и подбор подходящего под нормы помещения, найм повара, создание сайта и поиск клиентов. Вот такие этапы предстоит преодолеть, чтобы начать зарабатывать на доставке готовой еды, например, для похудения. Важным моментом будет подсчёт калорий в порции под конкретного человека, чем должен заниматься повар. Тренд на здоровую еду позволит тебе отлично заработать, так что важно лишь начать и придумать креативную рекламу. Лучше в интернете с возможностью перехода на твой сайт. Коробки с сюрпризами. Такой сервис прост в запуске и важно, что не требует от тебя больших финансовых затрат. Конечно, тебе потребуется сайт, куда без него в современном обществе. На ресурсе клиент сможет заказывать подарочный бокс, как себе, так и отправить его по конкретному адресу. Тебе же остаётся лишь собрать коробку с сюрпризом, красиво упаковать и отправить по адресу. Как видишь, бизнес довольно прост, но весьма интересен как для клиента, так и для тебя, так как позволяет проявить креатив. Зарабатывать ты сможешь, ориентируясь на всю страну, отправляя коробки с подарками, например, по почте. Платная рыбалка. Простой заработок, который ты вполне можешь позиционировать, как дополнительный источник дохода. Чтобы начать зарабатывать, тебе потребуется обладать навыками рыболова. Если же ты не обладаешь ими, но предпринимательская жилка у тебя есть, то найди рыбака. Теперь вам необходимо договориться об условиях сотрудничества. Ты будешь привлекать клиентов, а рыбак будет обучать людей обращаться со снастями, возить их на рыбные места и предоставлять рыбацкое оборудование. В итоге выгода будет обоюдная, так как рыбак будет ещё и дополнительно зарабатывать, а ты сможешь настроить систему привлечения клиентов через социальные сети. Например, заработок с группы желающих отправиться на рыбалку людей в составе трёх человек будет около 4000 рублей. Выращивание шампиньонов. Такой вид заработка весьма прост, но свои особенности, как и в любом бизнесе, есть. А потому следует внимательно подходить к делу и на начальных этапах в небольших масштабах. Выращивать шампиньоны ты сможешь как в частном доме, используя подвальное помещение, так и в гараже. В самом начале ты можешь купить готовые боксы для выращивания и компактно их разместить в выделенном помещении. Затем начни выращивать первую партию, сбор которой будет возможен спустя 2 месяца. Реализовать грибы ты можешь как среди знакомых и соседей, так и на местном рынке. Если тебя всё устроит, то в последующем ты сможешь расширить производство и выйти на более существенные доходы. Курсы приготовления еды. Казалось бы, что всё есть в интернете, но по-прежнему подобный бизнес приносит создателю отличный доход. Для старта тебе будет необходимо арендовать помещение, после чего договориться с поварами твоего города о том, что на выходных они будут проводить курсы по приготовлению каких-либо блюд. Это наверняка привлечёт большое внимание общественности, а чтобы появились первые посетители, сделай первую встречу бесплатной, самостоятельно оплатив время повара. Если всё пройдёт успешно, то о мастер-классах будут говорить, и появятся постоянные посетители, а следственно и заработок. Салат-бар. Салаты – это зачастую полезная еда, а главное – приготовить её быстро не составит труда, на чём и будет базироваться бизнес-идея. Начать предпринимательство следует с арендой помещения, которое должно находиться рядом с офисными помещениями города, так как основной контингент посетителей – это работники именно офисов. Как только бизнес зарегистрирован и все нормы соблюдены, останется нанять повара и официанта, а также уборщика. Успех бизнеса будет обусловлен свежими и вкусными салатами, которые будут готовиться примерно к обеденному перерыву, чтобы посетители могли прийти и насладиться вкусной едой. Также сделай дисконтные карты, которые позволят постоянным клиентам получать скидку, а тебе всегда иметь заказы. Начать с приготовления салатов проще, так как не потребуется много утвари, и денег необходимо на треть меньше, чем при открытии полноценного кафе. Городской информационный портал. Чтобы начать свой бизнес, тебе потребуется лишь создать свой сайт по городу, где будет публиковаться вся самая свежая информация о происшествиях в городе, а также она будет дублироваться в социальных группах. Тебе необходимо будет обзавестись информатором, который узнает всё раньше всех, например, гражданское лицо в госорганах. За информацию он будет получать плату, а ты свежие новости, которые сразу же будут загружены на сайты в группы. В последующем найми специалиста, который будет вести сайты группы, а сам получай деньги с рекламы. А в таких городских группах и на сайтах она будет постоянно покупаться, например, теми же магазинами. Уличная зарядка телефона на остановке. Бизнес будет пассивным, но чтобы его реализовать, тебе потребуется потратить около 200 тысяч рублей на одну точку. Для начала тебе будет необходимо договориться с администрацией на установку автомата рядом с остановкой. Как только разрешение будет получено, можно приобретать автомат и устанавливать его. Остановку стоит выбрать в центре города, либо рядом с вокзалом, так как такие места принесут тебе максимальную прибыль и позволят быстрее окупить затраты. Не забывай о вандалах и установи видеонаблюдение, или будет достаточно повесить табличку, что ведется видеонаблюдение, чтобы отводить хулиганов от порчи имущества. Тайный покупатель. Простая в реализации идея для бизнеса, заключена в открытии офиса по предоставлению тайного покупателя. Начни с того, что зарегистрируй бизнес официально, после чего арендуй небольшой офис. Тебе вовсе не потребуется много места, лишь рабочая зона, где можно встретиться с владельцем бизнеса. Также тебе потребуется заручиться поддержкой нескольких студентов, задачей которой будет выполнение роли тайного покупателя. На данный момент сервис в магазинах и салонах, предоставляющих услуги, крайне важен, и владельцы бизнеса готовы платить за подобную услугу. Чтобы заработать больше, ты можешь продавать дополнительные услуги, например, оценка помещения и предоставление необходимых изменений, чтобы сделать бизнес прибыльней. Монтаж систем «Умный дом». Начать выгодный бизнес можно с предоставления клиентам датчиков для «Умного дома». На данный момент такой бизнес начинает набирать обороты всё больше, а потому является довольно перспективным направлением. Как ни странно, но ничего сложного в установке датчиков нет. Их необходимо лишь зафиксировать в правильных местах. Дымоуловитель на кухне, датчик протечек в ванной, а также камеры наблюдения и отслеживание открывания дверей. Далее такая система объединяется в одно целое на смартфоне владельца и предупреждает его обо всех неурядицах, как только что-то улавливает. Чтобы начать, тебе будет нужно лишь закупить подобные датчики и открыть свой офис в городе, после чего стартовать в заработке. А на этом всё. Если видео было для тебя полезным, то ставь лайк и подписывайся. Спасибо за внимание и удачи тебе в бизнес-начинаниях! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!